И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. И в данном видео мы поговорим с вами о новом обновлении под названием 0.991, которое вышло 13 ноября, и я, честно говоря, был удивлен тому, что вообще разработчики обещали нам в новом обновлении, предшествующем, добавить в игру 3D-облака, 3D-воду, ту самую воду, где на озерах, реках и океанах мы увидим, не знаю, какое-нибудь шевеление воды от ветра, ну, что-то в этом роде, слушай. Но в этом обновлении разработчики всего лишь исправили какие-то текстуры, убрали некоторые баги в игре и добавили всего лишь, ну, каких-то там 120 экзопланет. Я, конечно, честно говоря, был разочарован. Конечно, в игру добавили обновленные текстуры для Марса, Плутона и Япита. Как я говорил ранее, некоторые исправления и улучшения. Ну, давайте рассмотрим. Обновленный каталог экзопланет, добавленные 112 экзопланет и также их звезд. Обновленная текстура Марса, новая текстура Плутона. Новая текстура и Япита, новый саундтрек. Слушай, вот этим они меня вообще прямо-таки поразили. Да. Какие-то добавленные новые возможности для тех ребят, кто любит заниматься текстурами и создает какие-то планеты в редакторе. Исправлена насыщенность освещения сиянием планеты в режимах реальной экспозиции. Исправлена неточная масса различной радиусы планет земной группы. Исправлена некоторая освещенность и видимость других экзопланет. Переделано освещение и заполнение звездами шаровых скоплений. Ну, по факту нам добавили ничего. Да, и это, конечно, очень обидно. Я, конечно, понимаю, что у разработчиков дел выше крыши. Но, ребята, если вы обещаете в новом грядущем обновлении нам добавить 3D-воду, 3D-облака, то зачем сейчас нужно было исправлять какие-то мелкие ошибки? Я, конечно, понимаю, что мелкие ошибки, они могут влиять на дальнейшее развитие игры. Но, блин, реально, о каких мелких ошибках, если так задуматься, может идти речь? Какие мелкие ошибки? У меня не было лично, у меня не было никаких багов в этой игре. Но даже если это так, можно было бы поправить это все вместе с новым грядущим обновлением на 3D-воду и 3D-облака. Можно было не выпускать всего этого обновления. Честно говоря, я очень-очень разочарован. Я думаю, что в этом видео я коротко и ясно объяснил вам все свои мысли. Я думаю, что многие из вас уже тоже задумались об этом, видели, читали про это обновление. И я надеюсь, что у разработчиков все-таки в дальнейшем найдется время для всего того, что они нам обещали. Они будут концентрировать свое внимание на каких-то непонятных багах, ошибках и всего прочего в этом симуляторе. И, наконец-таки, нам добавят 3D-облака, воду и все прочее, что давно-давно ребята нам обещают. По-моему, даже, если я не ошибаюсь, с начала этого лета. Ну, а если тебе понравилось данное короткое видео, где, в принципе, я выразил все свои мысли, ставь лайк, подпишись на канал, обязательно нажми колокольчик. И помни, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока!